Вызывает ликозин в молоке диабет первого типа? Диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, которое обычно поражает детей и молодых людей, при котором их собственная иммунная система атакует и уничтожает клетки, производящие инсулин в нашей поджелудочной железе. Если не лечить, это смертельно, но даже с хорошей заменой инсулина он может сократить вашу жизнь на десятилетия. Так что один из священных граалей современной медицины – это понимание того, что заставляет тело атаковать само себя в надежде на то, что мы сможем предотвратить и вылечить это. Генетическая предрасположенность играет важную роль. Несовпадение составляет лишь около 50% среди идентичных близнецов. То есть, даже если кто-то с такими же генами, как ваша, заболеет, вероятность заболеть для вас составляет лишь 50%. Это означает, что должны быть внешние факторы. В одних странах заболеваемость ниже, в других – выше. В Японии, например, диабет первого типа встречается в 18 раз реже, чем в США. И это не только генетика, поскольку, когда дети мигрируют, они, как правило, приобретают риски их нового дома, полагая, что это связано с окружающей средой, питанием или образом жизни. На самом деле, показатели заболеваемости различаются более чем в 350 раз по всему миру. Некоторые страны имеют сотни раз более высокие показатели, которые продолжают расти. Исследовались 37 популяций со всего мира. Их заболеваемость растет на 3% в год. Не было найдено ни одной популяции, идущей в другом направлении. На 3% выше каждый год. Наши гены не меняются так быстро, что-то происходит, начиная со времен Второй мировой войны. Лучшие имеющиеся данные указывают на то, что диабет первого типа был более стабильным и относительно редким в первой половине 20 века, с последующим четким увеличением где-то со средины века. И возникает вопрос – почему? Целый ряд факторов выдвигались в качестве причин, вызывающих диабет у детей, включая дефицит витамина D, некоторые инфекции или воздействие коровьего молока. Несколько десятилетий назад было опубликовано сравнение разных стран, показав тесную корреляцию между потреблением молока и заболеваемостью диабетом первого типа. Инсулинозависимым детским диабетом, показывая разницу в целых 94% в географии распространения, которая может быть объяснена только различием в употреблении молока. Страна с самыми высокими показателями – Финляндия – провела много исследований в этой области. Все началось с исследований, показывая, что чем меньше младенцы вскармливаются грудью, тем выше частота сахарного диабета первого типа, что приводит к очевидному выводу – грудное молоко защищает новорожденных. С другой стороны, если они не получают грудное молоко, они получают формулу, содержащую белок коровьего молока. Первые несколько месяцев жизни кишечник особенно текучий из-за белков. Может быть, когда наша иммунная система атакует чужеродные протеины молока, наша поджелудочная железа попадает под перекрестный огонь. Но это было основано на экспериментах над животными. У восприимчивых мышей диета, содержащая белок козеин, вызывала диабет. Но не вызывала диабета у крыс. Так на кого мы больше похожи – на крыс или на мышей? Исследователи взяли кровь у детей с диабетом первого типа, чтобы увидеть, был ли у них повышен уровень антител, которые атакуют бычий белок по сравнению с контрольной группой. И все пострадавшие дети имели повышенный уровень антител к бычьему белку в крови по сравнению с гораздо более низким уровнем в контрольной группе. Хорошо, это кажется довольно убедительным. Но как насчет Исландии? Они пьют молока больше, чем в Финляндии, однако у них вдвое меньше диабета первого типа. Мы рассмотрим Исландский парадокс далее.